всем привет сегодня мы будем с вами вязать сумочку clutch с боковушками сшитыми отдельно для вязания вам понадобится клубочек пряжи лента в моем случае цвет шоколад и крючок я беру крючок 10 размера металлический так как у меня здесь нет узора галочки когда узор галочка я стараюсь взять крючок побольше сегодня узор галочкой мы использовать не будем поэтому можно взять крючок поменьше чтобы форма лучше сохранялась у сумки 9 или 10 размером приступим для того чтобы связать небольшую сумочку с боковушками нам нужно будет связать 4 детали один длинный прямоугольник и две небольшие боковушки начнем с длинного прямоугольника обязательно будем самым простым способом столбиками без накида я набрала 17 воздушных петель возможно если вы хотите сумочку побольше вам нужно набрать большее количество петелек для небольшого клача будет достаточно 17 делаю 17 петель 1 2 3 17 петелек набрала и мне еще необходимо сделать петлю для подъема вот так эту петлю для подъема я отступаю вкладываю крючок под стеночку предыдущей петли вытягиваю свободный край ленты и провязываю две петли на крючке вместе потом повторяю то же самое вкладываю крючок под стеночку петли вкладываю крючок под стеночку петли вытягиваю свободный край ленты и провязываю две петли на крючке вот так и таким образом двигаюсь до конца ряда я дошла до последней петельки в этом ряду провязываю ее вот так теперь делаю петлю для подъема так как начинается второй ряд переворачиваю вязание вот оно к вам изнаночной стороной и начинаю вязать точно такие же столбики без накида но в обратном направлении если вы заметили я отступила вот эту петлю в нее ничего не провязывала начала вязать со второй петли так как здесь мы делали петлю для подъема она считается первой петлей если вы будете в нее тоже что-то провязывать то у вас со временем деталь превратится не в прямоугольник а в трапецию будьте внимательны я опять дошла до последней петли ряда обратите внимание вот она эта петелька не пропускайте ее это воздушная петля для подъема которую мы делаем в начале каждого ряда ее нужно тоже обязательно провязывать если вы провязывать ее не будете то у вас будет в каждом ряду количество петель все меньше и меньше и прямоугольник у вас не получится зато получится в треугольник делаем петлю для подъема переворачиваем вязание и вяжем так в обратную сторону таким образом мы делаем с вами прямоугольник сейчас расскажу сколько рядов я связала я провязала 33 петли и у меня получился вот такой вот длинный длинный прямоугольник первая деталь готова мы с вами переходим вязать к вязанию боковушек боковушек боковушки вяжутся точно так же как мы вязали с вами большую деталь только количество воздушных петель будет меньше потому что сама деталь меньше так делаем узелок набираем 7 воздушных петелек 1 2 3 4 5 6 7 и 8 для подъема вкладываем крючок под первую стеночку петли вытягиваем свободный край ленты и провязываем две петли вместе дальше делаем все то же самое что мы делали с вами при вязании основной детали итак я связала вот такую боковушку 7 воздушных петелек в ширину и 9 рядов в длину получается прямоугольник вам нужно таких две детали теперь приступаем к сшиванию нашей сумки хочу заметить что я не обрезаю ниточку после вязания последней детали не люблю лишние хвостики и сейчас прямо этой ниткой буду сшивать сшивать начнем с края естественно выбираем сторону которую у вас будет лицевой для сумки ну они в принципе одинаковые если вы делали все правильно и хорошо то различий у вас не должно быть в лицевой и изнаночной стороне и должно быть в общем то все равно какую брать теперь берем вот эту петельку вытягиваем ее для этого нужно найти самый крайний уголок большой детали прямоугольный вытянуть вот такую петлю наружу сюда с внешней стороны немножко подзатяну начинаю сшивать сшиваю я соединительными петлями как правило прокалываю насквозь крючком две детали вытягиваю петлю свободной край ленты и провязываю через ту петлю которая уже была на крючке у нас с вами получится косички которыми я лично которые очень часто использую для разных целей замаскировать что-либо сшить декорировать в общем то вариантов много одно пожелание у меня к вам старайтесь не затягивать петлю я видела сумочки в которых швы вот эти очень затянуты вот так вот стянуты а деталь дальше идет хорошая по плотности выглядит странно поэтому старайтесь делать нормально или если любите затянуть то по свободнее вяжите прям вытягиваете эту петлю дошли до конца детали стараемся куда-нибудь спрятать внутрь хвостик последнюю угловую петельку я прокалываю вытаскиваю и без обрезания петли я продолжаю сшивать поворачиваю сумочку прокалываю в другом месте уже провязываю так у меня внутрь должен быть хвостик поворачиваю таким образом продолжаю сшивать до конца стороны вот этой вот прямоугольничка нашего дошла до конца детали маленькой боковушку мы вшили в принципе если хотите если не любите сшивать дальше не хотите продолжать можно обрезать нитку заправить хвостик и повторить все то же самое с обратной стороны видите боковушка легко так загибается внутрь вот в принципе такого эффекта мне и хотелось добиться чтобы они были направлены внутрь но я хочу продолжить обвязывание соединительными петлями я буду обвязывать дальше по краю внешней стороны сумочки тоже я дошла до вшивания второй детали боковой проследите пожалуйста чтобы у вас были симметрично они вшиты посмотрите какой ряд каким рядом заканчиваете здесь пришивать и начните здесь таким же пожалуйста точно так же сшиваю соединительными петельками вторую деталь я тоже вшила у меня получилась вот такая сумочка она пока конечно еще не закончена до конца видите хвостики торчат везде просто пока покажу вам как она выглядит так боковушки внутрь загнуты дно у нее неустойчиво если хотите сделать потверже сумочку то можно внутрь уложить что-то типа картона вот я знаю вкладывают вырезают в общем что-то твердое хорошо удерживающая форму вот необходимо также пришить будет сюда какой-то закрывающий элемент или портфельный замок очень здорово смотрится на таких сумках магнитные кнопки что у вас есть вот также будет нужно нам сделать цепочку вот такая сумочка у меня получилась в результате после того как я прикрепила всю фурнитуру и пришила ее я использовала также такую декоративную подвеску у меня достаточно толстая цепочка она прикреплена вот к таким вот кольцам сверху сумочки давайте заглянем внутрь кнопка у меня сумочка у меня на пришивных кнопках вот таких вот магнитных вот так вот они расстегиваются и вот так она выглядит внутри подклада у меня нет шить я не люблю если вы сделаете подклад то это будет просто замечательно так как сумки с подкладом конечно смотрятся выигрышней выгоднее и более законченно и гармонично желаю вам приятного творчества побольше пряжи лента заходите ко мне в группу подписывайтесь на мой канал я всегда принимаю пожелания по мастер-классам и постараюсь ответить на все ваши комментарии пока пока